Угроза обвала. На улице Еврейской 42 и на Жуковского 31 рушатся фасады и карнизы зданий. Есть и аварийные балконы, которые могут рухнуть в любой момент. Причем такая ситуация в центре Одессы почти повсеместна и не касается лишь элитных бизнес-центров. Подробности смотрите в сюжете наших корреспондентов. Центр города, улица Жуковского. Здесь ежедневно проходят сотни людей и мало кто задумывается о смертельной опасности, нависшей прямо над головами одесситов. Рядом с местом Икс десятки магазинов и намного большее количество покупателей. А значит опасность обрушения частей карниза грозит каждому. Да, это ужас. Поэтому такое мнение, что это ужас. Здесь любой момент может обвалиться, надо десятой дорогой отходить. Явно, что это не красит Одессу. Вот и все. Неприлично, чтобы такое как бы в городе, тем более Одесса, это же не майки городочек. А внутри двора все намного хуже. Местами карниз отсутствует вообще. На его месте зияют дыры. Лепнины нет, а дерево прогнило. И если снаружи здания приводят в порядок, то как они выглядят во дворах? Всем безразлично. Сокрушаются одесситы. Они красивые. Это, конечно, стоит исправить. Но не думаю, что так вот это волнует, кроме людей, которые тут живут. А это двор на улице Еврейская. Этому дому, говорят старожилы, уже под сотню лет. Ходить вблизи здания жильцы боятся. В любой момент может обвалиться часть фасада. А этот балкон и вовсе в аварийном состоянии. Левая часть крепления оторвана и висит в воздухе. Ищем хозяина строения. На него уже боятся выходить? На него просто никто не выходит. И все. Боятся за свою жизнь? Ну, как бы, я не разрешаю. Спустя время Валентин приглашает зайти. Он знакомой хозяйке. В квартире делает ремонт. Реставрировать балкон будут за собственные средства. На это нужно более 5000 гривен. Это если по минимуму. На помощь ЖЭКа не рассчитывают. Нужно делать быстрее, чтобы избежать чрезвычайных случаев, которые уже были в Одессе. Резюмирует Валентин. Падением с четвертого это да. Как минимум с переломом. Как максимум с летальным исходом. Больше не дано. Ну, самое минимальное это если человек успеет вернуться, упадет такая решетка вниз. Старый фонд Одессы – самый проблемный в сфере ЖКХ, говорит мастер ЖКС Портофранковский Диана Алоева. Текущий ремонт проводится по мере поступления средств. Поменяли канализацию, положили плитку. А долг, между прочим, только на еврейское 42. Свыше 13 тысяч гривен. Этот балкон, он чей-то, правильно, жилец есть, правильно, этого балкона. Он мог привести в порядок его. А если все жильцы останутся без света, без воды, это намного тяжелее, я думаю. И вот мы решаем по мере поступления денег и вопросов, решаем эти проблемы. И несмотря на столь плачевную ситуацию в сфере ЖКХ, одесситы не унывают. Пока одни жильцы восстанавливают балкон своими силами, другие продают остатки строения через интернет. Юлия Долганюк, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.